Здравствуйте! Вы смотрите новости русского мира. В студии работает Александр Пасечник. О главных событиях недели вы узнаете прямо сейчас, в этом выпуске. Цифровой Пушкин. Наследие поэта объединит интернет-платформа. Фестиваль «Русское поле». Душевный русский выходной. Владимир Познер о Японии. Эксклюзивное интервью. А теперь более подробно об этих и других новостях. Рукописное наследие Пушкина. Тысячи статей и монографии о творчестве поэта будут впервые представлены в электронном виде. Новый проект «Пушкин цифровой» станет одним из самых значимых событий в научном мире. Картотека Пушкинского дома в Санкт-Петербурге хранит уникальное достояние. Здесь собраны десятки тысяч изданий и статей о наследии поэта, старинные фрагменты рукописи и заметок. Все это никогда не было представлено в электронном виде. Но уже к будущему юбилею писателя музей подготовит единую цифровую платформу с редкими материалами. И первая часть нашего проекта будет связана с тем, чтобы, во-первых, цифровать эти материалы, а также, собственно говоря, и рукописное наследие Пушкина, которое до сих пор в электронном виде не представлено. Собственно говоря, эта задача не только культурная, не только научная в гуманитарном смысле, не только литературоведческая, это достаточно серьезная задача по созданию нового цифрового формата представления знаний. Вслед за проектом Пушкин-цифровой музей также планирует создать отдельный научно-просветительский ресурс для школьников. Язык пушкинской эпохи становится все менее понятен современного поколения. Поэтому в будущем необходимо создать интерактивную платформу, где будут собраны дополнительные комментарии и игровой материал. Такой формат не только облегчит восприятие литературы, но и заинтересует школьников. Столица вновь приняла гостей Межрегионального фестиваля славянских искусств «Русское поле». Творческие коллективы, народные умельцы со всей страны приехали, чтобы показать наши вековые традиции и передать их следующим поколениям. Заглянуть в живую душу русского народа – такую возможность дарит ежегодный фестиваль искусств «Русское поле». Уже на протяжении 10 лет это яркое фольклорное мероприятие объединяет всех жителей страны. Именно здесь можно узнать, чем славятся наши промыслы и прочувствовать самобытность народов России. За годы работы фестиваль «Русское поле» успел стать надежной площадкой для всех отечественных производителей и деятелей искусств. Здесь могут заявить о себе начинающие артисты, творческие коллективы, а также малые и крупные товаропроизводители. Например, в этом году мастера-умельцы знаменитой Федоскинской фабрики представили самое большое панно в истории лаковой миниатюры. На каждом фестивале мы фиксируем какой-то наш небольшой маленький рекорд. В том году мы фиксировали рекорд «Царь под нос Жостовской росписи». Напомню, вес его 84 килограмма, 23 художника его расписывали. У нас родилась идея, а почему бы на русском поле не покорить, не установить новый рекорд и не представить что-то уникальное именно из-за Федоскинской росписи. Одной из главных тем юбилейного фестиваля стало 800-летие со дня рождения благоверного князя Александра Невского. Вместе с командой лучших шеф-поваров гости-участники вспомнили о кулинарных традициях и узнали секретный рецепт каши Древней Руси. История русской семиструнной гитары насчитывает уже более двух столетий. В XIX веке обучение этому музыкальному инструменту входило в систему светского образования. Научиться игре на гитаре сегодня можно легко и даже играючи, благодаря одному из самых масштабных проектов страны – «Семь струн русской души». Репертуар русской гитарной школы известен всему миру. Именно этот семиструнный инструмент стал неотъемлемой частью культуры романса, салонного музицирования и русского быта. В наше время сохраняют и передают лучшие традиции гитарной школы участники международного проекта «Семь струн русской души». Не бывала ностальгия по тем далеким временам, когда наши предки, наверное, сидя там за самоваром или еще что-то, музицировали на этой русской гитаре. Это все я услышал здесь, проникся, полюбил. На летнюю школу русской гитары приехали музыканты из России и зарубежья, чтобы ближе познакомиться с богатым и разнообразным репертуаром отечественных композиторов. Здесь, под чутким руководством преподавателей, каждый может совершенствовать свои таланты и перенимать опыт у профессионалов, главных носителей традиций. Гитару люди всегда любили, любят и любить будут. Сама идея школы – это прекрасно, потому что это общение. Общались на достаточно актуальные темы для гитары в целом и для русской гитары в частности. Я желаю школе русской гитары развития, правильного развития, гармоничного развития. В 2020 году проект «Семь струн русской души» получил поддержку фонда президентских грантов. Ознакомиться с онлайн-лекциями по обучению русской гитаре, а также посмотреть трансляции концертов можно на официальном сайте. В городе Старозагора почтили память знаменитого барда Владимира Высоцкого. Волонтеры из русского центра подготовили документальный фильм о гастролях поэта в Болгарии. В 1975 году вместе с труппой театра на Таганке Высоцкий посетил 12 городов республики. Об этом небольшом визите многие жители Болгарии помнят до сих пор. Я когда только приехал в первые минуты на болгарской земле, меня спросили, какое Ваше впечатление, первое самое. Я помню, что я ответил, очень тепло и в воздухе, и в душах. Я к Балхарму езжаю в Будапешт, и если темы там возникнут, сразу снять. Бить не нужно, а не вникнут, разъяснять. Сейчас предлагаю отправиться в страну восходящего солнца. Там прошли съемки фильма «Обратная сторона кимоно». Взяла интервью у мэтра российского телевидения наш корреспондент Диана Танака. В мае 2019 года, когда вся Япония в едином порыве встречала новую эпоху Рейва и честовала взошедшего на престол императора Нарохито, русскоязычный мир Японии облетела еще одна не менее значимая новость. К нам едет Владимир Познер, чтобы снять цикл передач о Японии. Мне посчастливилось сопровождать съемочную группу в этой поездке по Японии и взять у мэтра отечественной журналистики Владимира Познера интервью. Насколько я знаю, вы человек, взращенный в европейской культуре, в европейских традициях. Это ваша первая поездка сюда или нет? Нет, это не первая моя поездка, это четвертая поездка. Я здесь был трижды, но первый раз я был совсем коротко. Меня пригласила компания NHK, они снимали фильм и хотели, чтобы я в нем принял участие. Я принял участие, но я был здесь очень недолго. Потом еще раз приехал тоже по делу и один раз приехал туристом. Ну, с товарищами, группа у нас была, и мы все-таки немножко поездили. Очень серьезная поездка. Четвертая, это действительно попытка хоть как-то понять, проникнуть в это и потом рассказать нашим зрителям все-таки, что такое Япония и кто такие японцы. А что, на ваш взгляд, вам показалось близко, да? И в то же время, вот что вызвало ваше неприятие отторжения? Ну, неприятие отторжения, это может быть громко сказано. Две вещи, нет, даже не две, несколько вещей меня удивили со знаком минус. Первое, это то, что почти никто не говорит по-английски. Это удивительно. Что меня просто пленит, это несколько вещей. Во-первых, когда я беру интервью, вот пока что, по крайней мере, все японцы смотрят в глаза. Вот у них нет вот этого, вот они прямо в глаза смотрят. Это очень приятно. И возникает, несмотря на то, что я не говорю по-японски, это через перевод, все равно возникает контакт. Это замечательно. Более того, они отвечают, как правило, прямо. Другое дело, что то, как я задаю вопросы, иногда им непонятно. Это не соответствует их какому-то настрою. И приходится находить другие слова, другие формулировки. Ну, это уж моя проблема, а не их проблема. Вот мы завершим через четыре дня первую часть нашего путешествия. Потом мы приедем осенью. И будем еще две недели работать. Постепенно я начинаю какие-то вещи понимать. Я отлично отдаю себе отчет в том, что даже если бы я работал здесь полгода, я бы не все понял. Это долгий процесс, надо жить в этом и каждый день чувствовать. Цикл передачи о Японии, состоящий из восьми фильмов «Обратная сторона кимоно» увидел свет в этом году и стал настоящей сенсацией. Это не просто передача, а целое творческое исследование о стране восходящего солнца. Кто еще не успел посмотреть, торопитесь это сделать. Уверена, экзотическая, далекая страна Япония станет вам намного ближе. До новых встреч и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!